Вночь с пятницы на субботу начнется переразметка улицы Сахалинской. В восточном направлении от вокзальной до улицы Ленина появится шестая полоса, которая позволит через Ленина проезжать по двум полосам автомобилистам уже сразу на восток. Особо водителям здесь готовиться не к чему, кроме как к улучшению дорожной ситуации, потому что пробка на восточном направлении будет уменьшена за счет дополнительного прохождения по двум полосам на восток. На следующем этапе от улицы Железнодорожной до Пивзавода также будет осуществлена переразметка, появится дополнительная полоса для общественного транспорта, сохранится парковка на Пивзаводе и, соответственно, улучшится ситуация дорожная в целом на вот этих ключевых перекрестках. Дальше, соответственно, от Пивзавода до улицы Достоевского ситуация дорожная меняться не будет и на завершающем этапе, уже ближе к июлю, будет реализована выведенная полоса от Достоевского до Хопского шоссе. В настоящее время сейчас огромные задержки у общественного транспорта. Люди тратят в автобусе до 50 минут на улице Сахалинска. Наша задача обеспечить быструю работу общественного транспорта и также улучшить работу и движение личного транспорта. Для этого мы планируем переразметку и внедрение адаптивного регулирования с индуктивными петельными детекторами в асфальте для того, чтобы светофорные объекты работали с учетом существующей фактической загрузки по полосам. На сайте тут будет А-полоса. Мы разместили существующее положение. Там есть видео существующих задержек. После чего, после переразметки, мы также будем выкладывать видео, чтобы люди сами могли сравнить ситуацию до и после. Все члены Общественного Дорожного Совета высказались в одной позиции. Позиция того, гиппократовская позиция, главное не навредить. То есть действовать таким образом на каждом этапе, смотреть, как нововведение начинает действовать, требуются ли какие-то необходимые корректировки. Если нововведение, введение вот этих выделенных полос для общественного транспорта действительно будет работать должным образом, то это действительно сбалансирует движение и станет удобным как для частных автомобилистов, которые ежедневно находятся в своем машине, так и для тех, кто пользуется общественным транспортом.